Ну, на самом деле, это действительно, наверное, одна из самых главных проблем России – это коррупция. Потому что страна действительно очень богатая, и колоссальные миллиарды мы получаем за нефтегаз и нефтедоллары. Но, к громадному сожалению, коррупция, она тотально разъела общество. И если несколько лет назад, это 10 лет, 15 лет назад, еще как-то у меня в голове было понимание, что с этим можно бороться, то сейчас я понимаю, что это настолько уже язва глубоко в теле, что ее операционным путем даже не изъять. И, к сожалению, рыба с головы гниет. Вот здесь это точно. Потому что коррупция, она с самого верха и до самого низа пропитана. И миллиарды, я знаю очень много примеров, конечно, говорить не буду. Но когда везде, на каждом уровне, везде приходится, мне не приходится, я не связан с бюджетными деньгами, но бюджетные деньги в громадное количество, конечно, уходят налево и, к сожалению, не доходят до конечного результата. Хотя много и тратится, конечно. Мы видим, Москва действительно строится. Москва очень большие вложения делаются и в дороги, и в инфраструктуры, и в парки. Это все здорово. Но при этом, к сожалению, далеко не все доходит. Ну а чем выше, тем больше. И мы знаем много, вернее, мы знаем не много скандальных историй, которые публикуются и о которых говорят, но в разы больше то, что никто не знает. И, конечно, там есть свои схемы, очень четкие и очень грамотно выстроенные. Там умные люди сидят, через которые найти эти пути отмывания денег крайне сложно. И, безусловно, были, как в Библии, семь сытых лет и семь голодных лет. Вот сейчас семь голодных лет наступают и семь сытых лет прошло, но больших запасов-то мы не сделали, потому что русский народ, он широкий, он открытый, и денежки есть, и гуляй, Вася. Все прогуляли, а сейчас наступают тяжелые времена и надолго. И коррупция – это страшная бич для России. Если бы не было коррупции, я, например, экстремальных придерживаюсь взглядов, и я бы за это реально наказывал и смертной казнью, и как в Китае. В Китае очень жесткие наказания за коррупцию, и все равно коррупция есть. Все равно ловят и что-то там отрубают какие-то части тела, но даже это не помогает. Что уж говорить про Россию-матушку. Надо очень жестко с этим бороться, тогда хоть какая-то боязнь будет. Везде воруют, коррупция не только в России, и в Америке, и в Европе, везде. Но везде дозировано в каких-то определенных пропорциях. У нас она слишком, пропорция большая, и из-за этого все беды. Поэтому люди не заинтересованы наверху, чтобы росла реально промышленность, производство, агрохолдинг и сельское хозяйство. Все это есть, но в зачаточном состоянии. Все машины, всю технику мы покупаем только на Западе. Все семена для поголовья, все, ну все вообще, все покупаем там. Это же невозможно так. Почему нет ничего своего? Это беда. Это главная беда России.